Привет! В этом видео я расскажу, как создать чат-бот ВКонтакте с нуля и совершенно бесплатно. Для этого нам потребуется приложение Sendler. Свою реферальную ссылку я оставлю в описании под этим видео. Зарегистрировавшись по ней, вы получите бонус. Сейчас это 500 рублей на счет приложения. Ну что ж, поехали. Переходим по ссылочке, попадаем на сайт приложения. Здесь вам нужно войти в личный кабинет. Приложение привяжется к вашему аккаунту ВК. Если вы уже авторизовались с ВК, у вас просто появится вот такое сообщение. Жмите «Согласиться» и продолжаем. Еще нам потребуется сообщество. ВКонтакте боты могут писать только от лица сообщества. Поэтому, если у вас его нет, можно создать на своей страничке ВКонтакте. Тематика бота должна соответствовать теме сообщества. Это важно. Сообщество можно ввести или нет, это на ваше усмотрение. В моем случае никто мое сообщество не увидит. Я буду использовать сразу ссылку на чат с ботом, а вы ориентируйтесь по своей ситуации. Но если сообщество у вас новое, вы только что его создали, загрузите там один пост или фотографию, иначе ваше сообщество может не отобразиться в списке выбора. Здесь у меня уже одно сообщество подключено. Показываю, как подключить новое. Жмем на кнопочку «Подключить сообщество». Это список ваших сообществ. Выбираем то, которое вам нужно. Дальше «Продолжить». Здесь «Да». Здесь «Продолжить». И вам в подарок три бота предлагают. Я откажусь, они у меня уже есть. Вот смотрите, это бесплатный тариф на 50 сообщений в сутки. Если достаточно, окей. Если нет, то за 300 рублей вы можете увеличить этот лимит до 2000 сообщений в сутки. Если вы прошли по моей реферальной ссылке, то у вас на балансе сразу будет 500 рублей, и можете их использовать. Я вот зашла на сайт напрямую, и без реферальной ссылки у меня баланс 0. Сразу проверим настройки в нашем личном кабинете сообщества. Заходим к себе в ВК, в раздел «Сообщество». Выбираем то сообщество, с которым мы работаем. Заходим в «Настройки». Здесь нужно нам проверить настройки сообщений. Здесь должно быть включено. И еще настройки бота. Тоже должно быть включено. И можно еще добавить кнопку «Начать». И сохраняем. Вот так это будет выглядеть, если человек зайдет не по ссылке, а через сообщение в самом сообществе. Возвращаемся в приложении Sendler в раздел «Группы подписчиков». Создаем новую группу. Редактируем настройки. Сразу справа покажу, как это выглядит на примере. Название это лично для вас. Никто ее видеть не будет. Пишите, что хотите. Вот справа то, что человек увидит, пройдя по вашей ссылке. Заголовок у меня «Работа дома». Баннер можно загружать, можно не загружать. Как хотите. Вот у меня справа такая картинка. Где-то обращается иконка, я вообще не нашла. Так что не загружаю. Описание у меня – это описание вакансии. Вы, соответственно, пишите то, что у вас. Здесь же можно обращение по имени сделать. Вот здесь это все меняется. Дальше ниже две кнопки «Подписаться» и «Отписаться». Обе можно переименовать. Я, например, кнопку «Подписаться» переименовала в «Пройти собеседование». И кнопка «Ниже отписаться». Дальше еще рекомендую поставить галочку «Не показывать количество подписчиков», если вам пока нечем похвастаться. Сейчас быстренько заполню и жмем «Сохранить». Сразу появилась ссылочка на ваш чат-бот. Ее можно сохранить, можно пока не сохранить. Она еще сто раз появится. Жмем «Ок» и переходим в «Дополнительное». Дополнительным нужно добавить бот. Мы его еще не создали. Заходим в чат бота и давайте создадим новый бот. Придумываем любое название и сохраняем. Попадаем в редактор бота. Здесь у нас все двигается, увеличивается, уменьшается. Вот так выглядит мой бот для приглашения в Арифлейм. Ссылочку внизу оставлю, можете протестить. Если сообщения вам сразу не пришли, значит лимит мой на день исчерпан. Бот ответит вам на следующий день. Формулу в начале сообщения придумывать не надо. Она вот здесь вот добавляется, имя. И дальше я сейчас покопирую несколько сообщений, перенесу в мой бот новый. Нажимаем на сообщение, вставляем, добавляем кнопочки. Кнопочки вот здесь. Здесь ответ «Да нет». Добавить. Еще одну кнопку. Нет. И ставим галочку клавиатуры внутри сообщения. Сохраняем. Создадим небольшую цепочку, а потом протестим. Скопируем еще пару сообщений. Добавить новое сообщение, можно нажав на правую кнопку мыши. Выбираем сообщение. Вставляем. В этом сообщении мы ставим галочку «Ожидание ответа» и «Сохранить». Скопируем еще одно сообщение. Здесь тоже будет ожидание ответа. Кстати, добавить сообщение можно через плюсик. Вот в правом нижнем углу. Нажимаем, добавляем, раздвигаем, чтобы у нас все красиво было. И вставляем текст. Ожидание ответа. Сохранить. А теперь стрелочками все это соединяем. Ответ «Да» у нас идет вот сюда. Ответ «Нет» у нас идет вот к этому сообщению. Второе и первое сообщение я тоже соединяю, потому что это дополнительный вопрос. И дальше возвращаю человека на обочину мою цепочку сообщений. Так, давайте скопируем еще. Далее я хочу спросить у человека, чем он занимается. И хочу дать ему чуть больше вариантов ответа. Если все ответы, все кнопочки запихнуть в одно сообщение, будет плохо видно текст этих кнопочек. Поэтому я разделила на два сообщения. Сейчас вставим первое сообщение. Здесь мы сделаем две кнопочки. Следом делаем второе сообщение и еще две кнопочки. Не забываем ставить галочку «Клавиатура внутри сообщения» и сохраняем. Теперь нужно сделать, чтобы эти два сообщения приходили сразу друг с дружкой без задержки. Для этого я воспользуюсь таймером. Он справа в меню верхней самой. Нажимаем. И здесь нужно установить задержку сразу. То есть выбираем сразу. И сохраняем. Кстати, при создании боты я рекомендую сначала все таймеры поставить на задержку пару секунд, чтобы было удобно тестить. А потом перед запуском в работу можно будет таймер поправить, как вам нужно. Скрепляем связку. И обратите внимание, как я скрепляю само сообщение через кружочек в правом нижнем углу с таймером и таймер со следующим сообщением. Подвинем все это, чтобы было понятно, что откуда идет и чтобы было симпатично. Теперь нам нужно опубликовать справа, сверху зеленая такая большая кнопочка. Опубликуем. И дальше нажмем на тест. Тоже справа в правом верхнем углу. Посмотрим, что получилось. Заходим в контакт и видим, в сообщениях висит сообщение от нашего бота. Сверху не обращать внимания. Это я уже тестила и забыла почистить чат. Вот наше первое сообщение с двумя кнопочками. Жмем на одну из них. Получаем второе сообщение. Здесь бот ожидает от нас ответа. Мы что-нибудь отвечаем. Бот нам присылает следующее сообщение. Здесь он тоже ожидает ответа. Мы опять что-то отвечаем. И вот он присылает наше сообщение с четырьмя кнопочками. Они приходят вместе. Ну и дальше мы пока еще не загрузили. Давайте сделаем еще несколько сообщений. Опять, здесь на самом деле очень много полезных функций. В этом видео я покажу прям самый простой вариант. А вообще, если интересно, подпишись на мой канал. И в скором времени я запишу видео для продвинутых пользователей с использованием меток, триггеров, с переменными, с тегами. Кстати, может уже обратили внимание, справа от клавиши «Создать кнопки» есть каруселька. Это функция для загрузки товаров или услуг, чтобы клиент мог полистать ассортимент прямо в переписке. Также есть функция ответа после прочтения, после перехода по ссылке. Кстати, ссылки на внешние ресурсы, такие как телеграм, инстаграм и так далее, лучше не ставить. Это может быть расценено как реклама и вас через некоторое время заблокируют. Также можно сделать подписку платной, оформлять заказы, проводить аналитику, копировать подписчиков, ну и так далее. В каждом сообщении можно добавить фото, видео, голосовое сообщение, документы. Это все находится вот здесь. Если возникнут какие-то вопросы, там сразу есть небольшие подсказочки. Доделаем последнее сообщение, делаем кнопочки, сохраняем, делаем связку и думаю, принцип уже понятен. Вот еще несколько моих сообщений из другого бота и в конце у меня ссылочка на телеграм. Ссылочки добавляются вот здесь. Кстати, ссылочку на телеграм нужно поменять на ссылочку в личку ВКонтакте. Ну что ж, тестируем. Он у нас коротенький, сейчас быстро посмотрим, как он работает. Довольно шустро, да? Ну все, закончился. Так, теперь нам нужно запустить. Возвращаемся в главное меню на стрелочку. Сверху слева нажимаем. Чат-бот. Вот наш тестовый бот. Здесь остановить, изменить можно, еще это удалить, поделиться, копировать, статистику посмотреть. Сверху две кнопочки активные и неактивные. Активные это, которые запущены, неактивные, которые не запущены боты. Возвращаемся в группу подписчиков. Нам здесь нужно изменить настройки. Кстати, вот ссылка, которую нужно будет вам дать клиенту, чтобы он попал в переписку с ботом. Так, заходим в изменить. Сразу переходим в дополнительное. Здесь мы добавляем нашего бота, который только что создали. С какого сообщения начать? Ниже можно добавить ссылочки, куда будет переходить человек после подписки. Например, сразу в общение с сообществом. Или ссылочку, куда будет переходить человек после отмены подписки. Например, на вашу личную страничку. Или вы хотите в какое-то другое сообщество отправить. Не забываем все это сохранить. Но все, последний штрих. Нам нужно добавить приложение в наше сообщество. Заходим в сообщество, в управление. И здесь нам нужно приложение найти. Добавляем наше приложение. Вот оно. Добавить. И все. Готово. Сохранить. Теперь берем нашу ссылочку. Делаем переход по ней, как будто бы этот клиент перешел. Подписаться. Вы успешно подписаны. И сразу смотрите слева. В мессенджере высветилось первое сообщение. Это как раз наш бот. Прислал сообщение клиенту. Клиент заходит и дальше переписывается с ботом. Круто. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok